Сегодня у нас такое видео по прошивке телефона, но можно сказать не прошивке, а когда вот на телефоне Google Аккаунт после сброса появляется, и если владелец не знает, а еще не показал, что у нас за телефон, модель Huawei LUA U22, что произошло? На этом телефоне был введен Google Аккаунт, он сохранился в телефоне, в блоке памяти определенно, и сейчас, когда телефон у нас включается, то запрашивает вход в аккаунт. Никак это все дело пропустить нельзя, ничего, получается, этим не исправишь. Первое, что просит, это подключение к интернету. К интернету я подключился. Видно, что к Wi-Fi я подключился, набираю русский, нажимаю далее, принимаю какое-то соглашение, и сразу меня выкидывает на проверку Google Аккаунта. Как бы я ни хотел, то есть здесь пропустить нету такой возможности, надо только вводить и нажимать далее. Аккаунта я не знаю, а выходить с этой ситуацией как-то надо. В чем проблема? Есть блок FPL, вроде бы, я не знаю, в телефоне, в который вписываются эти данные, и в следующий раз после сброса, в результате, как бы, мы не можем войти. Если пишем, забыли пароль, то пишет, укажите номер телефона, резервный номер или прочие вещи, то есть, соответственно, как бы, что-то знать надо. Наша задача с вами, это зайти и стереть этот блок FPL, ну, как бы, напишу название видео, как этот блок называется, и как обойти вот это подтверждение Google Аккаунта. Сейчас я поставлю видео на паузу, и все дальнейшие манипуляции буду проводить на экране ноутбука. Итак, приступим, получается, скачал я программу, скачал я программу, вот такая вот программа, смартфон флеш-тул, версия программы 5.15.32, и здесь мы берем, нажимаем, нажимаем наш frp-файл, он у нас находится в папке на рабочем столе, 30-е, frp-файл, и вот наш файл. Дальше, получается, нажимаем download, и подключаем пока телефон без батареи. Получается, вот, прошилось, файл frp прошился, написало, что все окей, и сейчас мы прекращаем видео. Итак, прошил я этот файл frp, не знаю, что сейчас будет, включится телефон или нет. Телефон включился. Светится Huawei. Пошла загрузка. Запуск русский. Далее, принимаю. Теперь, вот, видите, как бы, такая ситуация, что, или создайте новый, и стала активно функция пропустить. Нажимаю пропустить, пропустить, и настройка телефона завершена. Такое вот счастье, получается, как обойти аккаунт Google на телефоне. Это оказалось предельно очень просто. Надо просто скачать FPL файл этот, и сейчас посмотрим, что у нас, и его заменить. Так, сейчас модель Huawei LOA022, номер сборки такой, вот, процессор 4-х ядерный, 1 гигабайт, внутренняя память 8, разрешение такое, и прочие вещи. Вот такое у нас было сегодня видео на канале. Потому, сейчас посмотрим, еще есть обновление, включить, проверка обновлений, текущая версия, и обновлений не найдено. Вот такое у нас получается, вот такое было видео на канале. Потому, как оказалось, проблема, решение проблемы оказалось очень простым. Потому, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем отзывы. Всем пока, до скорых встреч на канале. видео я показал, как это все прошивается, что к чему и как. Ну, и сейчас более детально разберемся для людей, которые там первый раз стыкаются с прошивкой, и не владеют, как бы, информацией. Первое, что сейчас покажу, используем программу Flash Tool, версии 15.32.00. Почему используем данную версию программы? Потому, что здесь есть вот этот Download Agents, DA Luna, DA PL, DA PL Crypto 20, DA SV Sec и DA SV Crypto 20. Такое. Что это значит? Это значит то, что... Сейчас покажу. Я запускаю его. Здесь я беру, нажимаю раз, USB-чек суммы, для того, чтобы ошибка такую мне не выдавала. И запускаю программу еще раз. хрен его знают, что это за ошибку выдают. Но вопрос не в этом. Нас интересует файл FRP. Там, где заочен файл вот этот FRP, в нем есть информация о Google Аккаунте. И это мы должны понимать. Если мы прошьем этот файл FRP заводской, то мы решим проблему отвязки нашего телефона от Google Аккаунта. Что для этого надо? Нам нужно официальное, не модифицированное прошивка. Вот у меня есть от моего телефона прошивка U-A U-22 CES 479 и нажимаю ее. Здесь есть этот файл FPL FRP. Он весит 1 мегабайт 1.24 Это скачанный официальный в персе прошивки. В этом файле ничего нет. Если вы скачаете для своего телефона, то его нужно прошить. По умчанию он не прошивается. Для того, чтобы он прошивался, надо нажать свойства. Ну, свойства не надо. Лучше сделать вот так. Открыть с помощью WordPad. Ищем этот файл. он в конце. знаю. Cache 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 User Data Image FRP и здесь вказано будет ли он прошит. По умчанию здесь стоит Fails а мы меняем на True. Но я уже изменив его. А изначально было вот такое было написано Fails. Но это если у вас другой телефон как бы. И продолжаем. Берем нашу прошивку. Наш файл. Получается вот наша прошивка Download Agent и выбираем скатер от нашей прошивки. Это рабочий стол Firmware Scatter Loading и ждем пока он загрузится. Он как-то долго подгружается. Не пойму только одного он подвис или как бы. Наверное нужно это все вот сюда 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 все прошивка у нас должна быть наверное на диске C именно этот Scatter файл. нам в принципе заменить заменяем еще раз запускаем если мы поместим на диск C наш скатер то он как бы все загрузился надо чтобы скатер был на диске C значит здесь выбрали DAU на K здесь выбрали скатер и жмем файл ищем наш файл FPL мы выставили для того чтобы он стал активным здесь можно было его прошить выбираем что мы прошиваем только его ищем нашу прошивку Firmware и прошиваем FRP файл вот и все потом нажимаем download подключаем наш телефон и телефон прошит смысл я думаю как бы понятен если у вас другой телефон то выбираем скатер вот здесь для вашего телефона и соответственно прошивку модифицируем также для вашего телефона если кому что непонятно то пишите в отзывах постараюсь помочь рассказать объяснить если кто-то не разобрался сам я искал русскоязычные инструкции не нашел потому решил как бы создать такое видео было как бы интересно как восстановить а пока кому понравилось видео ставим лайк подписываемся на канал пишем отзывы всем пока до скорых встреч на канале